8 апреля с упованием на Бога и терпением верующие ждали прибытия чудотворной иконы Божьей Матери умягчения злых сердец, называемой также Семистрельная. Она прибыла в Христорождественский собор поздно вечером из Москвы. Прибытие иконы выпало наканун праздника похвалы Пресвятой Богородицы. Лидия Авдеева называет это промыслом Божиим и считает, что Богородица в образе умягчения злых сердец явилась в Липецк, чтобы еще раз напомнить жителям города о своем заступничестве перед Господом. Чтобы показать нашим городу, нашим детям, всему нашему народу, что она помнит о нас, что она любит нас, как своих чад. И чтобы мы об этом не забывали, а тоже помнили, благодарили ее, любили ее, любили ее сына, поклонялись, а она нас никогда не забывает. В тишине и благоговении верующие подходили к иконе Богоматери. Многие из них прождали несколько часов, чтобы встретить святыню и поклониться ей. Когда я узнала, что сегодня иконы привезут, именно умягчение злых сердец, я решила, что обязательно нужно нам дождаться, молиться Божией Матери, потому что сейчас, особенно постом, много искушений. Эту икону к нам уже не раз привозили. И от нее всегда такая благодать исходит, чтобы укрепить последний рывок, пока на закончание. Благодать это в себя впитать, и Божия Матерь, как и наша Мать, чтобы воссловила нас, встретить воскресенье Христа. Эта икона совершила 303 путешествия по храмам и монастырям мира. Она побывала на Афоне, в Грузии, в Германии. На трагедии, которые происходили в России, образ Богоматери Семистрельная отзывался по-своему. Сложные для страны времена икона кровоточила. Это происходило перед гибелью подводной лодки «Курск», перед взрывами домов в Москве и Волгодонске, терактом на Дубровке. Данный образ умягчения злых сердец, мы так считаем, является благословением нашей святой, всеми почитаемой Блажиной Матронушке, потому что она замироточила 10 лет назад от маленькой бумажной иконочки Матронушки, приложенной к мощам в день ее прославления. Данная икона, данный образ имеет необыкновенную чудесную силу, и не раз она оказывала помощь людям, которые со смирением и с мольбами обращались к этому образу. Почти сразу после отбытия этого образа Богоматери в собор прибыла другая святыня – частица мощи Блаженной Матроны Московской. Святой Матроне отслужили молебен, прославляя ее в молитвах и прося у нее духовного совершенства и помощи в спасении. Песня «Величаем тебя, святая Блаженная, Мать и Матрону, и чтим святую память твою, Ты помолишь ее за нас, Прискал Бога в нашу жизнь». Лепчане хорошо знают и любят Блаженную Матронушку, и всегда с радостью и верой приходят в храм поклониться святой. «Я верю ей, что она помогает. Поэтому, когда приезжает к Ковчугу Матрону, я стараюсь прийти, помолиться за свою семью». «О здравии всей моей семье благополучия, ну и о прощении грехов наших попросила у Господа. Она молитвенница наша, заступница». Частица мощи Блаженной Матроны пробудет в Христорождественском соборе до 20 апреля. На протяжении этого времени перед святыней в храме будет читаться молебен о здравии. Спешите приложиться к мощам святой.